Москва. Люблю. Москва. Ненавижу. Я тебя ненавижу. Москва. Обожаю. Да, эти два чувства, они всегда рядом. Так было в советское время, и так есть сегодня, и так будет всегда это на вечность. Так почему же ненавидят в России и Москву? Ни для кого не секрет, Москва-то не Россия. Да, начнем с того, что Москва-то не Россия, и никогда Россия не была. Там все иначе. Эти долбаные москвичи, они не работают, им просто так раздают деньги. Да каждый это знает, все это знают. По четвергам, в 4 часа вечера, берешь самую большую сумку, подходишь, раскрываешь эти ручки, пошире, пошире, потому что больше денег туда валяет. Берешь эти сумки, тащишь домой, тратишь, 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 а потом опять четверг, идешь туда же, тебе насыпают сумку, так бесконечно. А пенсии? Пенсии платят по миллиону, по миллиону рублей, платят каждую неделю в Москве. У всех квартиры с видом на Кремль, это все знают. А дачи? Дачи у них с видом на Черное море и прочий бред. До такой степени завидуют живущие в регионах люди москвичам. И продолжают жить в регионах, то почему же вы не поедете в Москву со своими сумками? Почему же не приехать в Москву и работать, как пашут они, как пашут москвичи, как долбанные белки, потные, вонючие, грязные, седые, как они стоят в пробках, как они платят по 15 миллионов рублей за однокомнатную квартиру. И человек с региона скажет вот что. Ты что, дурак что ли? Ну возьмите вы за 2,5 миллиона... Я возьму лучше за 2,5 миллиона рублей двухкомнатную квартиру у себя в Щиподранске. И там буду жить. Тут хорошая природа, что вот это вот климат у вас там какой. Вот эти вот дожди ваши, я смотрел там по кино показывали. Легче всего говорить, что в Москве зажрались. Там им все, а нам ничего. А так же оно и есть. Блин, да бери, езжай в Москву и работай. Как москвичи пашут. Да они, блин, дома не живут. Да они, блин, в ипотеках по 300 миллионов лет. Нет, я ее не люблю и все, я туда не поеду. Итак, человек, который сейчас кричит вам в уши, вот я. Я решил сделать видео на тему, почему же люди, живущие в регионах, так сильно ненавидят москвичей. Ну и это все взаимно. Москвичи также не любят, ненавидят, недолюбливают живущих в регионах людей. Итак, я открыл ваши вот эти интернеты, посмотрел на сайтах, что там пишут. В Москве большие зарплаты, в Москве нормально все там чисто, красиво, хорошо. И вот поэтому люди ненавидят регионы. Короче, все стандартно. А я расскажу все, как есть на самом деле. Вот я человек, который живет в Белгороде. И что я прочитал в группах ВКонтакте, что пишут люди, обычные люди. Да, обычные, самые нормальные люди, не такие, как в Москве. Вот в Москве недавно дожди прошли большие, да? Улицы топило, машины плавали. И знаете, что в нашей группе в Белгородской ВКонтакте писали? Ахаха, надеюсь утонут. Такими надо. Наконец-то. И им стало плохо. Не только нас убивают. Я так ждала хоть какого-то бедствия для этих москвичей. И так далее. Да, были хорошие комментарии. Два. Из двухсот миллионов тысяч. Вот, пока я не забыл, сразу вопрос. Вот чисто от себя. Москвичи. А почему вы разговариваете не на русском языке? Вот почему вы выделываетесь? Почему вы тянете первый слог? Я живу в Москве. Москве. Ну, почему вы так делаете? Раз дело пошло о Белгороде, а? Нас убивают. Я вам расскажу все как есть. Нас убивают. Нас убивают каждый день. Что говорят по новостям? Я сильно дико удивлялся поначалу. А сейчас уже просто мне, знаете, мне просто смешно. Что вам там говорят, так оно и есть. Конечно же, так и есть, по-любому. Но если вам говорят сегодня, что укра-нацисты убили два человека в Белгороде, вы знаете, это неправда. Убили восемь человек, как минимум. И так далее. Зайти в комментарии московских групп, что там пишут? Сочувствие. И молятся. Да, москвичи не такие уж, как и мы, плохие люди, живущие в регионах. Но там только два комментария будут. Сочувствие и молятся. Такие комментарии очень немного, в основном, будут писать вот так вот. Надоели уже со своей военушкой. Ну, стреляете там, да и стреляете. Че к нам лезть? Что, других новостей разве нет? Давайте что-то о политике и о курсе новостей биржи доллара. Я немножко, может, неправильно сказал? Ладно, поеду на Порше, покатаюсь или Порше. Ой, пардон, на Ладе. А Белгород это вообще где? У нас что, война идет? Ребята, я не пойму. Что, сирену слышите или че? Где взрывы? Алло! Это постанова все. Это компьютерная гафика. Корону что, позабыли? Этот вирус. Тупые людишки. О, опять Белград. А че там? Сколько сегодня покосили? Иногда мне кажется. Идет война не с укронацистами, а регионов с Москвой. Вы знали бы, сколько белгородцев, жителей Курской области, Брянской, Ростовской, Крым. Они хотят, чтобы все-все-все ощутили на себе, на своей шкуре, когда ты просто живешь годами. Ты учился, ты хорошо учился, ты пахал, ты развивался, ты зарабатывал деньги, эти гребаные бумажки. А тут, кирдык, война. Бам, и твоего дома квартиры нет. Просто в секунду. Хоп. Сирена у нас воет раз по 50 за сутки. И днем, и ночью. Начинает ПВО работать, взбивать ракеты. Взрываются снаряды прямо над твоим домом, прямо над твоим домом. Стены шатаются так, что аж окна, аж окна вылезают. И ты чувствуешь себя беспомощной букашкой. Сильный взрыв. А мы уже по взрывам определяем, где прилет, а где просто сбили снаряд в воздухе. Да, вот только что бахнуло, это был прилет. И правда, в частный дом попали. Два человека погибло. И еще несколько домов тоже разрушены. И еще 15 машин горит. Я не скажу, что так каждый день. Нет, не каждый день, через день. Потом смотришь новости, а там говорят по Первому каналу. Сегодня обстреляли Белгород, жертвы разрушения нет. Успели за 2 секунды. К другим новостям. В московском зоопарке у Белки запор. На помощь прибыли специалисты со всей страны, Москва. Белку прооперировали, на вертолете доставили в лучшую больницу. Короче, подобный бред рассказывают минуты 3. И ты такой сидишь тут под взрывы. И смотришь это все. И думаешь, блин, вот бразок по вам шмальнули. И таких очень много. Люди, люди здесь, они хотят приравняться к москвичам. Чтобы нас хоть немножечко тоже считали за людей. Ну, я думаю, вы поняли, что я сейчас показываю то, что чувствуют люди, которые живут в регионах. И я показываю со стороны Москвы, что чувствуют люди, живущие в Москве. Когда на них гонят люди, живущие в регионах. Потому что если рассказывать более адекватно, то будет неинтересно смотреть. А мы же любим шоу. Итак, мы поняли, что регионы завидуют москвичам. Но москвичам как-то наплевать на регионы. Потому что им там деньги раздует бесплатно. Если уж сильно по-честному, то регионам наплевать на москвичей. А москвичам наплевать на регионы. И регионам наплевать на другие регионы. Городам наплевать на другие города. Даже соседу наплевать на своего соседа по квартире. Такие уж мы. Нет, не россияне, нет, не русские, а люди. В каждой стране просто мы люди. Ближе к фактам. Как насчет несправедливости? Города и села, производящие продукты и товары, впахивающие изо всех сил, живут беднее, чем тот город, который ни черта не производит, а просто жрет за счет нас, обычных крестьян. Это не заслуга Москвы, конечно же, что они живут в такой самой богатой стране, самой богатой стране в России. Это заслуга всей страны, но падает благодать именно на москвичей. Ну вот, например, вот такой пример. Конечно же, это не пример, всю жизнь так она и получается. В Воронеже производится 100% эдакого чего-то. 80% прибыли от производства эдакого чего-то вывозится в Москву. А ямы потом в Воронеже не за что латать на дорогах и начинается. Потом мы слышим по новостям вот такие вот слова. В Москве выделили 500 миллионов рублей на восстановление бомжатского Воронежа, чтобы там люди не разбивались на дорогах, несмотря на то, что Воронеж отправил Москве вчера 500 миллиардов рублей. Перейдем к важным новостям. Белка вчера хорошо покакала. Это сильно, грубо говоря, пример такой прям, что прям вообще жесткий с цифрами, но примерно оно все-таки происходит. В каждом регионе, из каждого города все едет в Москву. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь, мой милый друг. Ты сейчас сидишь в Москве, слушаешь меня и думаешь, эм, а я при чем? Я просто курьером работаю, я просто таксистом работаю. Я дома особо не живу, а чувак какой-то, что, таблетку забыл выпить или что? Я просто работаю, это не я такой. А где еще работать? Вот все в Москву едут, потому что тут есть где заработать. Ну, а чтобы заработать, ты должен пахать, как собака бешеная. Да я в машине даже сплю. Да езжай, приезжай, попробуй поработай. Это не я такой, это власть такая, это политика такая. Да и не я один такой, в Москве тоже такие люди и в регионах. Мы, мы все любим, мы все, мы все говорим одно и то же. Мы любим наших политиков, мы голосуем за них и всегда и будем голосовать, потому что лишь бы не посадили, так что вообще я политику не трогаю. В Советском Союзе в Москву шло также 80% всего добра из регионов. Без регионов Москва была бы такой же разбитой, как и Россия. Грубо говоря, задний двор Москвы, это вся Россия. На всю огромную страну в Союзе оставалось 20%. Но тем не менее, мне кажется, тогда жили, да хуже тогда жили. Господи, хуже тогда жили. Как бы не романтизировали Советский Союз, тогда жили хуже в регионах. И в Москве тоже не сильно так хорошо и шоковали. Кто не мог обеспечить себя едой сам, те жили в бедности и голоде. Или ездили на заработки в Москву. Только Москва спасала. Да и сейчас, если ты не можешь выехать за границу, ты едешь в Москву. И это нормально, это нормально. Нам просто создали такие условия, и мы крутимся, как вот эти самые белки. Потом посчитал выгоду, когда человек, у которого двое детей, он решил поехать из Твери в Москву, заработать денег, два года поездил, а потом такой сел и посчитал, что лучше все-таки дешевле будет приехать всей семьей в Москву. И став тем же самым жителем, тем самым москвичом, который с пустой сумкой приходит, ему деньги тут насыпают. И теперь те его бывшие соседи на улице Кукарекова в Тамбовской области говорят, что «Хм, гадина московская. Ненавижу тебя. Да, я тебя ненавижу. Тебе просто так деньги отсыпают». Высокомерие москвичей. Приезжает москвич в обычные города России, мольщит нос, говорит по-московскому «фиг, какая разруха», а потом добавляет «а вот у нас нет такого». Москва окружила себя такими же городками-спутниками, где все гламурно и вылизано на нескольких улицах. Имитация процветания. Красивая открытка. Сойди ты на другую улицу, параллельно этой главной вылизанной, где все лампочки в столбах горят. Да там же обычная Россия. Зайди, поговори по квартирам. Все в ипотеках сидят. Да на работах живут. Так же экономят даже на продуктах, как и мы в России. Ты спроси у него, а чё ты, брат, не приедешь тогда отсюда в города подешевле? Например, Казани или Сочи? Что ты сказал? В Казани и Сочи дешевле? Братик, я приехал сюда из Сочи, но жил раньше в Казани. Цены на квартиры, ну, чуть дешевле, чем в Москве. Но зарплата в Москве раз в пять выше, чем в Казани и Сочи. Так почему же ненавидят москвичей? Да просто, действительно, в Москве есть такие люди московские, которые, выезжая за МКАД, в Смоленск, в Тулу, в Самару, они видят разруху, если бы они говорили, да, жаль, что все деньги идут к нам, да, жаль, что вам не выделяют то, на что вы действительно заработали, да, жаль, что у вас зарплата 23 тысячи, да, жаль, что нам 23 тысячи просто какие-то социальные выплаты дают, даже когда у меня ребенка нет, да, это действительно несправедливо. И местные бы так сильно не реагировали на этих москвичей, зажравшись, о которых не так уж и много. Но о том, как ведут себя москвичи, эти зажравшиеся в регионах, это нечто. На ютубе полно материала. Вот он, император, с трона встал, прямо-таки. Ходит, ездит по России, крутит носом, там воняет, этого подрежу. А че он едет справа, он должен ехать слева, поэтому я возьму его и подрежу. Короче, в таком плане. Да, не все, но именно вот эти москвичи. Москвичи. За что в России не любят Москву и москвичей? Ну, я думаю, это может быть какая-то зависть, знаете, там кто-то живет в деревне, а кто-то живет в Москве. В каком-то смысле они, безусловно, правы. У нас такая система, да, что она из соки всей из регионов аккумулирует, безусловно, в Москве. Когда растут вот такие огромные какие-то города, там, перешагивая там в 10 миллионов, да, жить в них достаточно сложно. Вот, и при этом, соответственно, остальная страна обезлюживает, да, безусловно, это плохо. Москвичи зажрались, может, почему. Вы считаете, что зажрались? Ну, больше 100, да. Не любят за то, что слишком много возможностей в Москве у людей. Поэтому, ну, в принципе, когда человек приезжает и в регион, и показывает, что у него есть деньги, средства, то есть, естественно, обычная людская инвестиция. Наверное, за то, что у многих возникает такое мнение о москвичах, что они высокомерные, но это неправда. У меня тоже такое немножко было. Я считаю, что, наверное, все-таки за грубость и безразличие. Не любят, а не завидуют. У них пенсии маленькие, раз. Дороги плохие, два. Работы нету, еще хуже, чем в Москве. Москвичи не любят, потому что они хмурые и не улыбаются. Ну, зависть, наверное. Что еще? Злятся люди, потому что на местах им все-таки очень плохо живется. Если бы они получали достаточно денежных средств за свою работу, если бы были пенсии, социальные пособия приемлемы международному уровню, а то мы очень равняемся на Запад в плане налогов и совсем не равняемся на Запад в плане социальной поддержки населения, то тогда бы они не смотрели на Москву. Им было бы очень хорошо жить у себя в регионах, а москвичи, может быть, отчасти даже им бы завидовали той экологии и тому спокойствию, которое было бы в этих регионах. А сейчас-то им безработица. Медицины нет, все разрушено. Люди перебиваются, грубо говоря, с хлеба на воду. Вы знаете, когда я вижу московский регион за рулем, ну, три топора впереди едут, я наблюдаю за такой тачкой, я уверен, сейчас сто процентов он начнет быдлачить, чудить. Или подрежет кого-то. Или посигналит, стоя, блин, на красном. И так оно и получается. Почти всегда московские номера ведут себя нагло на дорогу. Просто как долбанное быдло. Потому что он маааосквич. Далее, о высокомерии москвичей. Да знаете что? Я вырос в селении большом. Вообще, 2000 человек населения. Чуть ли не половина моих одноклассников, они поехали батрачить на Москву. Не все, конечно, там остались, но с теми людьми, с которыми я общаюсь сегодня, они до сих пор живут в Москве. Кто такие москвичи? Да большинство гастарбайтеры, такие же, из сел, поприезжали. Пускай 10-15 лет живут в Москве, и они уже мааосквичи 18-го колена. Я лично в Москве был раз 8, наверное. И из этих 8 раз я могу сказать только одно. Хотя много расскажу. Давайте по-честному. Москва это тяжелый город. Не для слабых людей. Я считаю себя слабым человеком. Если бы я жил в Москве, я бы уже давно сдох. Поэтому я там и не живу. Я живу в регионе, и мне отсюда легче кукарекать. Тут действительно надо работать в Москве. С такими ценами на недвижимость, я вообще удивляюсь, как там люди живут. Как вообще тянете эти квартиры? Да, окей, вы взяли там квартиры, когда они стоили чуть-чуть дешевле. Сегодня-то люди до сих пор продолжают покупать квартиры по этим ценам. Те продукты питания, которые чуть-чуть дешевле стоят в Москве и от регионов, это несопоставимая экономия на клубнике, например, которая в Москве стоит дешевле чуть-чуть, чем в Крыму. В Москве дорогая парковка. В Москве пробки. Дорогой проезд по городу. Масштабы города утомляют. Вот тебе надо по мелкому делу смотаться. Ну как по мелкому? Ну короче, что-то купить какую-то мелочь. Ты прешься 70 километров с 20 пересадками общественного транспорта или стоишь в пробке часами. Ты потратил 3 дня и купил батарейку на часы и возвращаешься обратно. Дорога, дорога, она сильно выматывает. И отсюда появился не так давно существенный плюс Москвы. Курьерская доставка по Москве. Она бесплатная. Ну часто бывает так. Ну или не бесплатная, она стоит куда дешевле, чем за МКАД. Скажем, вы купили деревянную сову. Она весит 17 килограмм. Объемная такая. Ну все-таки сова, а не камера. По Москве доставка будет 200 рублей. Доставить в день заказа они смогут 100%. А если за МКАД, то доставка 500 рублей. Потому что за МКАД. Лох. Плюс каждый метр, плюс полкопейки. И получаем типа 482 рубля и четверть копеечки. В Архангельск доставка совы 17 килограмм деревянной будет стоить 3000 рублей. И доставка будет в течение двух тысяч лет. А купить-то надо. Другого варианта нет. Это же деревянная сова. В моем городе она вообще никак не продается. Кто-то скажет, зато в Москве есть куда сходить. Есть куда потратить деньги, которые раздают по четвергам. Знаете, такая сомнительная ерунда, которая считается плюсом. Ну окей, вы хотите покататься там на каком-то пароходе, теплоходе, корабле и так далее. И вот вы сели, поехали, три дня ехали в одну сторону, три дня в другую сторону. 85% ваших нервов отнимает дорога. Я просто удивляюсь. Это, ну знаете, такой себе плюс. Вот так по крохам удобства зарплат и складывается зависть у людей региональных. Но мы, люди региональные, совсем не обращаем внимания на плюсы наши. Мы живем в небольшом городке. Население 400 тысяч человек. Ты сел на сидушку и поехал из своего дома, тоже в ипотеку, под 99% годовых, как и все. Сел в машину и поехал в центр своего городка. Там есть бесплатная парковка. Ты доехал за 11 минут, поставил машину и пошел погулял по парку красивому. Где нет бомжей, где нет алкашей, очередей. Разводил, потому что Москва это город разводил. Я, блин, почему-то об этом не сказал. И так ты погулял в пятницу в 6 часов вечера. Ты поехал из центра города к себе домой и доехал уже по пробкам не за 11 минут, а за 12 минут. Ты поставил машину в свой гараж, закрыл автоматические ворота и пошел спать в летнюю кухню. Ведь ты купил дом в ипотеку за 5 миллионов рублей. А тут еще и летняя кухня, и банька, и участок 15 соток, и к речке недалеко. Почему? Потому что ты ненавидишь москвичей, потому что они зажрались. И другие плюсы, которые мы, регионалы, не замечаем. А москвичи нам завидуют. Это правда. Москвичи завидуют, что мы не понимаем, какие плюсы есть у нас. Но они не скажут этого вслух. Потому что московский менталитет не позволит. Сильно не обижайтесь. Просто я рассказываю примерно все оно как есть. Ну ладно, не все. Не все москвичи такие ужасные. Только посмотреть на улицы московские. Они ведь чистые. Здесь хоть и людей очень много. Они не кинут себе мусор под ноги. Ну так иногда. Люди, которые приезжают с региона, они могут швырнуть что-то там себе под ноги. Вежливость. Все же, когда я бываю в Москве, на тех же въездах-выездах на МКАД с МКАДа, строго через одну машину. Такое ощущение, что тут так и положено. У нас в регионе, фух, такого нет. Не разбился и хорошо. Скажу честно, матов от молодежи услышишь реже, чем в регионах. Так вроде много похвалил, будучи морить дальше. Вот я говорю, москвичи, москвичи, а вы злые все. Когда я бываю в Москве, метро, супермаркеты, я смотрю на людей, а вы словно друг друга не замечаете. Каждый в себе. Как статуи. Статуи. Вы как статуи сидите в Москве, вылупивши свои телефоны. Вы не живете в этом мире. Вы как шестеренки какие-то. Как манекены, как зомби. В регионах люди, они попроще что ли. Мы хотя бы видим, мы замечаем жизнь, как она идет. Да, у нас денег не так много, но мы живем, мы живем. На кассе можно в супермаркете перекинуться с кассиром парой слов. Улыбнуться детям каким-то. Что-то там как-то пошутить. А кто-то пошутит с тобой. Абсолютно посторонний человек. И от этого маленького контакта становится... Ты становишься добрее. Ты воспринимаешь мир лучше. По-хорошему что ли, блин? В Москве все угрюмые какие-то. Они спешат, бегут, они не успеют. Работа, дела, встреча. Улицу позаметать, майбах купить. Кофе доставить, срок нажать на кнопку в думе. Вот так мы видим вас, москвичей. Вы для нас все какие-то на одно лицо. Москвичи и все тут. Но на самом деле вы ведь разные. Настоящих москвичей, которые живут в своей квартире или в своем доме, такие же единицы. Настоящих москвичей, которые сдают квартиру в аренду, а сами живут в Сочи, да на красной катаются. Единицы. Настоящих москвичей, которые покупают машину за 4 миллиона, не в кредит. Единицы. Настоящих москвичей, которые покупают в ЦУМе что-либо, а не просто гуляют и посмотреть об ИОТО. Таких единицы. Единицы складываются в несколько сот тысяч человек. Нифига себе, вот это до единицы. Да вот просто в чем прикол. Население Москвы 14 миллионов человек. Так что эти 300 тысяч человек, элитных москвичей, которые делают цветную обертку Москвы, вот они-то настоящие москвичи. А все остальные из России, которые приехали рано или поздно в Москву на работу, потому что жрать нечего было в регионах. Так они и остались жить в Москве и работают уже 3 года или 30 лет. И гляди, ипотеку закрою. Однушку. За 15 миллионов. Закрою за 15 лет. А человек, который живет в регионе, он взял квартиру однушку за 3 миллиона рублей. С зарплатой в 23 тысячи. И закроют за 15 лет. Ровно так же. Тут уже дело лично каждого, где жить, работать и платить по счетам. Никто никого нигде не держит. Так что будем жить в понимании. Даже если ты... Москвич. Редактор субтитров А.Семкин